Пригожая новогодняя представление у Гомельским городским молодежным театра объеднала выхованцы у дитячих домов и школ-интернатов, сажмодетных и малозабеспеченных семью, детей с обмежеванными махчимостями. У сего больше 200 школьников из областного центра и Гомельского района. И они стали удельниками масштабной республиканской акции «Цуды на коляды». Это что годовое суместное мероприемство на Гомельшине его традиционно проводить представники областной пионерской организации и БРСМ. Символ акции – червонные рукавички, яке адлюстровую тимкнение пионеров-тимуровцев и волонтеров БРСМ у новогодние и колядные дни окружать увагой к лопатам детей, которые у этого имеют потребу. Данные акции проходят в каждом районе индивидуально, в каждом районе проходят свои утренники и елки, где активисты Союза молодежи и пионеры-тимуровцы организовывают их и проводят. В прошлом году мы помогли более чем 3000 детям. Я думаю, что в этом году не менее охват нашей акции будет. А я думаю, что даже будем стараться и больше помочь. По час новогодней программы дети приняли удел у циковых гульних и конкурсов с Дедом Морозом и Снягуркой. Затым артисты Гомельского городского молодежного театра перенесли юных гостей в соправдную святочную каску. Спектакль «Принцесса-генералы» – это веселая музычная история про два соседние королевства, помеж якими возникают конфликты. Однако, щирое кахание принца и принцессы оказывается мацни ворожосте, и у выника все заканчивается миром. Организаторы доброчинной акции «Цуды на коляды» так само, что вот обедновывают свои намагания для добрых справ. Разом я не мкнуться, хапить, як мага больше детей, каб кожному з них подарить радость и добрый новогодний настрой. Очень приятно, что мы живем в мирной стране, имеем возможность дарить подарки, дарить тепло, дарить какие-то пожелания очень теплые, при этом понимая, что над нами мирное небо, при этом понимая, что у наших детей очень хорошее будущее. А все, что нужно для того, чтобы это будущее было, у нас есть. У нас есть великолепные возможности, у нас прекрасное образование, у нас ряд других преимуществ, которые сегодня позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадуя компания «Гомель».